Говоришь по-русски? О чем говоришь по-русски? Русский. Ты откуда? Ты откуда? В Новосибирске. Зачем беседуешь? О войне. О войне? Ну что думай? Думаю скоро закончится. А ты? Думаю не закончится. А что так негативно? Ну а как ты думаешь, как она закончится? Ну в твоем понимании. Будет мир? Снова будем ходить в гости? Не, не, мира не будет. Скажите, я тихую все-таки... Как минимум на три поколения мира не будет. Потому что вы... Скажите, пожалуйста, мирное население. Да, да. Убиваем детей, мирное население. Кстати, я с тебе отвечаю. Ты же за того... Да ты же ответил уже. Да ты ответил уже. Да ты ответил уже. Я тебя понял. Понимаешь? Не надо, если ты как бы... В фронтах вы получаете... Только Украина теряет территорию. Россия, главное, получает... А Украина теряет территорию. По мирному населению хуярите. Где остаются... Зато вы наш по бабочкам стреляете, да? Бабушки старенькие. Маленькие. А вы по бабочкам стреляете? Слушай, тебя что так прорвало? Я тебя спросил просто откуда ты? Что тебе так бомбит? Киев, я же сказал, ты что? Да что тебя бомбит просто так? Не, я тебе отвечаю. Ты задал вопрос. Ты уже ответил. Я тебе тоже сказал, что ты уже ответил. Я все тебя понял. Так ты его недослушал. Да мне все ясно. Ты же все одно и говоришь, что миллионы ваших украинцев. Так я спрашиваю. Потому что я думаю, хоть один адекватный появится. А ты адекватный вообще? А ты как? Как думаешь? Ну я думаю, нет. Нет. Вот ты мне сказал про три поколения. Откуда вообще? Я хотел задать еще один вопрос. Откуда вообще вот эта пошла фигня? Про три поколения? Ты только что ответил. Ты сказал, что я неадекватный. Если я неадекватный, то с неадекватным может разговаривать только неадекватный. Правильно? Я что, разве про себя сказал, что я адекватный? Ну я считаю, что я адекватный. А вот, значит ты так считаешь, значит ты общаешься с адекватным. Если ты доказываешь, что ты неадекватный, тогда идешь. Ну а что ты еще можешь сказать? Я с дебилами не общаюсь. Ну а что ты можешь еще сказать? Вы все украинцы, знаете, сливаетесь. Постоянно. Когда задашь прямой какой-то вопрос, вы выстретитесь. Так задавай. Задавай что ты. Слушай, я тебя не оскорбляю. А я тебя не оскорбляю. Я тебя не оскорбляю. Ты же, если я факт сейчас приведу про тебя. Чувак, зачем? Зачем это нужен? Зачем это нужен? Это факт. Это факт. Это факт, что ты ущербный. Ты знаешь, что, кстати, вот просто ты мне не ответил на вопрос, откуда вот вообще пошло вот эти про два-три поколения. Просто уже далеко не первое. Говорят, вот эти ваши звезды, так называемые шоу-бизнеса. О том, что, подожди, я еще не закончил. Ибои внуки уже... Ты в этом саме нет. Понял? Слушай, чувак, а ты сколько зарабатываешь, скажи мне? Нисколько. А, ну то есть ты без работы, да? Да, да. Вот ты мне скажи, твои дети, твои внуки, которые ты сейчас сказал, они же за тебя будут деньги платить еще этих 40 лет. Нет, Россия-то все, Россия победит его идиот. Смотри, а ваши дети будут платить. Да что ты переводишь стрелы? Слушай, что ты стрелы переводишь? Ты что стрелы переводишь, елки-палки? Ты же понимаешь, что платить тебе придется. Я тебе объяснял. Да не надо мне объяснять, я не глупый. Смотри, где деньги-то тебе придется платить. Вот я почему тебя спрашивал. Ты не глупый. Я тебя спрашивал конкретно, сколько ты зарабатываешь? Для того, чтобы спросить, а какой процент из своей зарплаты ты уже платишь на эту войну? Я же тебе сказал, я не зарабатываю ничего. Вот потому что ты нищий, брат тупой. Понял. И твои дети ничего не получат. У меня ничего нет. Конечно, елки-палки. А что ты можешь еще? Ты вот сейчас, смотри, со мной что-то ругаешься. А что ты правда не поедешь, повоюешь? Почему ты вот правда реально за свою страну повоюешь? А как ты определил, что я не воюю? Да я что-то знаю. Ну вот ты вот сидишь не в военной форме как минимум. Да, так типа надо сидеть постоянно 10 месяцев в военной форме, да? Ну не, ну ты хотя бы скажи, что сейчас ты отдыхаешь, например. А почему вы, а это что мне, постоянно сидеть с окопа не вылазить 10 месяцев или что? Не, ну смотри, ну в твоей же стране война? Все меня заставляют говорить, что у вас война. Нет, в твоей, в моей нету войны. А, в твоей нет войны? Да. А вы что, не признали области? Луганск, Донецк, Херсон? Не, ну смотри, если у нас мы признаемся... Не, если мы признали. Области-то мы признали. Признали. Области-то мы признали. Только для нас это спецоперация. Ну так это у вас уже война. Назови, в какой области у меня идет война в моей стране, называй. Давай назову. А вот сейчас у тебя свет постоянно? Нет. У меня нету. Нет? У тебя постоянно свет, я спрашиваю? Каждый день? Без перебоя? Да я тебе ответил. Нету. А что освещает твой лысин? У меня 5 рабов сейчас педалируют. Динамо-машину крутят. Ясно, ясно, ясно. А ты знаешь, вот у нас в России тоже что-то такое было в начале 90-х. Называлось чеченское. Только что это была война? А на что же на территории России было? Так ты будешь отвечать на вопросы? Я ответил. Какой вопрос? Задай еще раз. Я на попугая похож? Вот это и он и есть, ёлки. Ты даже сейчас выговорит, и он на попугая похож. Нет. Если я попугай, так ты петух. Вы же, вы же все гомики. Вообще, по чем-то причем. Кстати, правда, вот такая жопная тема. Скажите, вояка, скажи, ты мне скажи, честно, что за жопная тематика такая у вас? Нет, чувак, всё за жопная тематика. Ну ты мне просто, давай так, короче, давай всё, закроем тему, я понял. Что за жопная тематика у вас? Ответь мне просто. Что за жопная тематика у вас? Не переживай, это наши братья. Это ваши братья. Ну да. Ладно, вояка, чё. Кстати, ты кто позвонит? У вас уже нет и ваш холм есть. Ну ладно, ладно, обосрался, чувак, всё. Ты скажи, слушай, подожди. Подожди, ты кто позвонил? Просит там с протянутой рукой, дайте дроны. Тогда в России чё нет, короче. В России чё нет. Ты кто позвонил? Дайте дроны. Заколебал, ты глухой или чё? Да? Ты кто позвонил? серьезно просто интересно ладно короче мужик давай иди сри дальше обосрался ты обосрался